И все разошлись по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую. На следующее утро Иисус снова пришел в храм. Весь народ собрался вокруг него. Он сел и стал учить их. Книжники и фарисеи привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее пред всеми. Учитель! Эта женщина, она взята во время прелюбодеяния. Моисей заповедал нам в законе, что надо побивать каменьями таких вот женщин. Ну а ты что скажешь? Они говорили это, искушая Иисуса, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но он, наклонившись, стал писать перстом на камне. А они все спрашивали его, и он выпрямился и встал. Что здесь происходит? Судно прелюбодейкой. Иди сюда скорее. Ты знаешь эту женщину? Нет, никогда ее не видела. Пусть тот из вас, кто без греха, первый бросит камень в нее. Он, наверное, справедливый человек. Затем вновь склонился и писал на земле. Они же, услышав это, и будучи обличаемы совестью, ушли один за другим. Остался один Иисус и женщина, которую привели. Он выпрямился. Где же они? Никто не посмел осудить тебя. Да, Господи, никто. Что ж, я тоже тебя не осуждаю. Иди. Иди. И впредь не греши.